Здравствуйте, друзья! Продолжаем смотреть обзоры томатов. Сегодня будут обзоры моих томатов не редких сортов, а тех, которые можно купить в специализированных магазинах, семенных. Итак, я свои томаты разложила на две кучки. Вот так. Сердцевидные и томаты другой формы. Вот начну я с сердцевидных томатов. Вот у меня перед глазами алсу. Так, вот алсу. Можно даже и приподнять, чтобы видно было. Алсу сажала в этом году. Очень понравились. Они такие не агрессивные. Кто сажает по два в одну лунку, можно их даже так размещать. Я так не сажу, не практикую. Хотя пробовала. Ну, мне не очень это нравится. Ну, достойные. Вкусные, крупноплодные, хорошие томаты. Очень крупноплодные. Буденовка. Ну, Буденовка это из моих фаворитов. Буденовка очень вкусная. Прямо замечательный томат. Я его высаживала в рассаднике, в теплице еще не пробовала. В рассаднике, я думаю, даже и растет все получше, чем в теплице. Может быть бы в теплице были не такие урожайные. Но в рассаднике. Вот сажаю уже, наверное, года три. И они всегда очень урожайные. Сладкие. Ну, вот, в общем, рекомендую. Я все томаты веду в два ствола. Редко, которые в три. Поэтому ничего больше про это говорить не буду. Во сколько стволов веду. И вы знаете, что все они высокорослые. Если будут томаты какие-то пониже, я вам обязательно скажу. Батяня. Батяня я высаживала уже год назад. И знаете, даже два года первый раз посадила. Был пересорт. И потом я опять, кстати, от сибирского сада. Там часто бывают пересорты. Лично вот у меня частенько были пересорты. И вот я потом взяла у коллекционера семена. И тогда уже у меня получилось его вырастить. Урожайный. Вкусный. И, в общем-то, и не сильно агрессивный. Вот так. Можно, я думаю, даже и по два сажать в одну лунку. Фиделио. Фиделио сажала первый год. Сажала его в рассаднике. Замечательно себе показал. Урожайный. Вкусный. Я просто от него в восторге. Любимый праздник. Вот он любимый для меня. Это точно. Стал любимым. Я первый раз купила вот в саде семена. И из всего пакетов зашла только одна семечка. Я не дышала на него. Вырастила. Собрала семена. И теперь всегда сажу свои семена. И они такие урожайные. Вот я для меня, так он может даже и вообще изо всех. Самый сладкий. Ну, не знаю. Может быть это для меня. Рекомендую. Он тоже не агрессивный. Такой прямо малооблиственный. Томат замечательный. Севрюга. Вот этот томат тоже сажу уже не один год. Замечательно даже себя и на улице в этом году показал. Даже начинал уже окраску менять. То есть созревать. Вот такой вот севрюга. Нынче смотрела обзоры в Латвии. И одна женщина показывает свою теплицу. Она коллекционер. И говорит, севрюга из России. Вот всем рекомендую. Такой хороший томат. А я такая сижу гордая смотрю. Думаю, у меня он есть. И да, я действительно знаю, что он замечательный. Томат абаканский розовый. Вот томат абаканский розовый. В этом году только не сажала. А так, наверное, года два или три подряд сажала. Он для меня был, может быть, даже одним из самых лучших. Урожайный, вкусный. Вот такой розовый. Но, когда у меня появились другие томаты, я уже о нем так не говорю. Для меня он уже не самый вкусный. Уже мне что-то там не хватает. Может, кислинки. Что-то кажется пресноватый. В общем, он уже для меня не самый вкусный. Хотя томат очень достойный. Воловье сердце. Воловье сердце сажала. Не в этом году, наверное, в том или позатом. Урожайный очень. Хороший. Прямо вот от сибирского сада. А вообще, это картинка от сибирского сада. Я ранее сажала от сибирского сада. А потом мне семена дала. Просто женщина купила в Абакане. Нахвалила и дала. И я вот просто эту картинку положила. Ну, я думаю, это одно и то же. В общем, был замечательный. У меня даже и фотографии есть. Я не стала показывать. Там урожайные. Ну, они вот просто такая темная фотография. И вот, поверьте на слово. Очень урожайный, хороший, вкусный томат. Орлинный клюв. Орлинный клюв. Да, орлинный клюв тоже сажал они в этом году. Был средней урожайности у меня. Желала бы я, чтобы было бы побольше урожая. Ну, томат так достойный. Возможно, это у меня. А у других, может быть, и больше. Розовый мед. Вот, розовый мед тоже как-то сажала на такое, где тень, более, больше тени на северной стороне теплицы. Он там показал себя как бы не очень. А в прошлом году я посадила ближе. К южной стороне, на южную сторону, был прекрасный томат. Вот, просто прекрасный. Рекомендую. Кенинсберг или Кёнинсберг. От сибирского сада. Ну, томат неплохой. Ну, у меня по урожайности был, ну, не зашкаливающий урожай, надо так сказать. А, знаете, я здесь смотрю, есть новый Кенинсберг, розовый. И у меня уже, я думаю, будет в коллекции он. Мне должно прислать. Вот там он, конечно, обвешанный, увешанный. Мне фотографию присылала знакомая Людочка. Она меня наверняка смотрит. Вот. У неё он был замечательный. Я думаю, в моей коллекции он тоже будет. Мазарини. Мазарини. Тоже неплохой томат. Урожай был. Ну, средний урожай был у меня. Сажала я его уже, наверное, год или два назад. Вот такие вот томаты сердцевидной формы. Теперь покажу томаты другой формы. Я их, говорю, разложила на две кучки. Чиосан. Ну, Чиосан, если кто не знает, это кистевой томат. И там много-много-много плодов в одной кисти. И они, они 30-40 грамм. Вот эти Чиосан. И, вы знаете, я выписала первый раз этот томат. И мне пришёл пересорт. Пересорт. Это от Гавриш. Но пересорт был такой замечательный. Знаете, это бикалор. Крупный такой бикалор. Двуцветный, вкусный. Но просто у меня повторить его нет места. А хотя семена я с него собрала. Вот такой Чиосан мне пришёл. Как моя тоже знакомая Катюша говорит, кукушонок. Так что у меня теперь тоже есть такое образное название. Кукушонок. Очень даже хороший. Чудо земли. Чудо земли. Даже не знаю, как вам лучше. Или чтобы лежало. Или вот так приподнимать поближе. Чудо земли. Чудо земли сажала в этом году первый раз. Искала чудо земли украинской. Но не нашла. Украинской, говорят, совершенно другие томаты. А это чудо просто земли. Это настоящее чудо для меня. Настоящее открытие. Томат такой замечательный. Урожайный. Ну, я даже не думала, что он такой урожайный, вкусный. Рекомендую. Бабушкин секрет. Вот так он ещё выглядит. Это вот мои фото. Вот здесь я его держу на руках. На ладони. 625 грамм. Был томат. Но вот так он рос у меня в теплице. Я бы не сказала, что он весь обвешанный, увешанный томатами. Но томаты все крупные. И поэтому, если перевести в вес их, они будут, как бы сказать, урожай будет достойным. Мне понравился. Вкусные. И можно сказать, урожайные. А вот рядом бабушкина. Прямо показываю теперь бабушкина. Вот так вот выглядела бабушкина. Да мне достался этот томат от моей одноклассницы. И коллега по интересам. Она мне дала такое дохленькое растение. Маленькое. Прямо в рассаде. Я почему-то думала, ну ничего из него не выйдет. Оно так долго в одной поре стояло, не развивалось. И вы знаете, потом оно выросло. И стало очень урожайным. Показала себя так хорошо. Выращивала его в теплице. Вот так вот он у меня рос. В теплице. Урожайный. В кисти по много плодов. И плоды не мелкие. Прямо можно сказать крупные. Грамм по 200, а то и больше. Очень хороший томат. Розовые щечки. Розовые щечки. Вот еще одна фотография. Это я на тарелочке их сфотографировала. Вот так они все как откалиброванные. Ровненькие. Не очень крупные. Среднего размера. И очень-очень сладкие. Когда-то давно, я в интернете много лет назад вычитала. Это авторские, кстати, семена. Что женщина пишет. Для меня розовые щечки, болото. И вот забыла еще какой сорт. Самые, говорит, вкусные. Ой, и действительно, она не обманула. Очень вкусные. Мне очень понравились. Росли в рассаднике. Ну, видно, что урожай нормальный у них был. Хорошие. Далее. Ниагара. Ниагара выращивала их в теплице. Один всего год. Вела в один стебель. Мне понравилось в один стебель. Все-таки надо было в два, а то и в три ствола. И они были на одном стволе много. Но не столько, сколько было бы на двух стволах. Потом я его пробовала в грунте высаживать. Прикрывала укрывным там в тоннеле. Но в тоннеле, как бы, он не успевает вызревать. Его надо сажать в теплице. Универсального типа. Можно солить, консервировать. Ну, нормально, достойный томат. Я так считаю. Вот трюфель. Трюфель желтый, трюфель красный. Красный трюфель я в прошлом году обновила. Для засолки замечательный. Плоды не крупные. 90-170 грамм. Так они и были. У меня, может, даже и 170 грамм не было. Не знаю. От 90 до, может, до 150 грамм. Вот такие у меня были. Желтые я тоже как-то сажала. Неплохие даже. Я уже про их забыла. Давно сажала. Есть у меня еще и черный трюфель. Но желтый и черный точно надо обновить. Хоть и места в теплице нету, наверное, посажу на улице. И обновлю. Буду прикрывать. Потому что обновить надо. Давно не сажала. Король королей. Король королей сажала. В этом году в рассаднике. Знаете, вот, ну не поняла. Не поняла. Тоже сибирский сад. Здесь в основном все от сибирского сада. Не поняла. Высокорослая, конечно, им там рано. Всем обрезала макушки, верхушки. И он мне показался почему-то не очень урожайным. И даже по вкусу как-то бы, ну, что-то не дотягивает до моего уровня. Так надо сказать. Но смотрю Галину Андреевну, Андрееву, ее ролики. Ей он нравится. Она каждый год высаживает. Урожай хороший. Может быть, это у меня. Так что возьмите себе на вооружение. Можете купить, посмотреть. И может у вас он покажет себя так же, как у Галины Андреевой. Вот так. Медвежья лапа. Медвежья лапа пишет, что он до 800 граммов. У меня ничего подобного не было. Сажала его в прошлом году на теневой стороне, туда ближе к северу, к северной стороне. Плоды были средненькие, но ничего не крупные. Ну, урожай так был нормальный. Вот. Ну, вкусом они тоже неплохие. Но они у меня были не крупные. Не знаю. Может быть, тоже какой-нибудь пересорт от Сибирского сада. Ну, вот такие были. Гусиное яйцо. Гусиное яйцо. Такие томаты. До скольки же грамм они? Здесь вот написано до 300 грамм. Ну, вот, наверное, до 300 грамм они и бывают. Я Верочке, Верочка, привет, своей подушке виртуальной посылала семена. У нее многие семена, многие томаты растут крупнее, чем у меня. Хотя и регион у нее уж не южный. Просто она такая, видно, умница. Вот такие дела. Космонавт Волков. Ну, что я могу сказать про космонавта Волкова? Мне он нравится. Нравится вкус. За вкус я бы его сажала. Крупноплодный. И я читала, что он входит в десятку топ самых сладких томатов. Друзья, ну, вяжет он высоковатый. И навязал, навязал томатов крупных. Мне очень он понравился. Если говорю, перевести тоже в вес, то и урожай-то неплохой. Но высоковато вяжет. В общем, я его за вкус бы тоже сажала. Очень вкусный, хороший томат. Загадка природы. Загадка природы долго у меня лежала. Ждала очереди томат этот. Но в итоге я в этом году посадила его. Посадила я его в рассадник. Показал себе изумительно. Вкусный такой бикалор. Урожайный. Рекомендуем. Сахарная уста. Сахарная уста. Это универсальный сорт. 100-120 грамм. Нет, наверное, не 100-120. Ну, до 100 грамм. Ну, может быть, 120 и бывает. А высоту он от метра 20 до полтора. Вот так он у меня рост в киплице. Подглядываю. Маленько призабыла, потому что его уже не высаживала. И что хочу сказать. Он действительно урожайный. Действительно было много плодов на растении универсального типа. Мне понравился. Для консервации вообще нормальный томат. Хороший. И ведь не все крупноплодные люди любят томаты. Есть любят наоборот. Говорят, мне надо, чтобы были не крупные. Вот он для этого. Ну, и последних два томата. Это пуза тахата и 100 пудов. Сажала я их в прошлом году. 100 пудов показал. Замечательно. Ни разу даже не сбросил ни одну зависть. Столько навязал. Они были среднего размера. Не очень крупные. Вот здесь пишут массой от 170 до 250 грамм. Вот такие были. Замечательные. Урожайные, вкусные. Рядом посадила пуза тухату. Посадила по одному растению. Ну, по одному растению, ведь, друзья, как сажать? Вот посадила бы по два растения. Может быть, вот это было бы плохое. А рядом было бы хорошее. И тогда мы бы увидели всю правду о них. А пуза тухату я посадила одно и 100 пудов. 100 пудов я еще раз повторяюсь. Показал себя хорошо. А пуза тахата плохо. Такое хиленькое растение было. Долго сидело. Не росло прямо в теплице. Кое-как завязался. Не завязалось. Даже зацвела одна кисть. Здесь уже были плоды. И много. А здесь только кисточка зацвела. Я взяла, выдернула. И выбросила. Вот так. Семена остались в этой пачке. Это просто, может, семечко такое попалось. Ну, я посажу еще раз. А вообще, желательно бы, наверное, взять проверенные семена и посадить. Чтобы взять потом свои семена. Возможно, здесь вообще вот такие. Ну, а элита вроде нормальная агрофирма. Не знаю. Может, просто семечко такое было. Вот, друзья, такой обзор я сделала томатов, которые можно купить в магазине. Друзья, это не весь обзор еще. У меня еще будут обзоры детерминатных томатов. Еще у меня есть гномы. Ну, правда, их немного. И еще поделюсь я с вами, какие же гибриды мне понравились. Какие из гибридов стоит сажать. Оставайтесь со мной на канале. Вот поэтому вам рассказываю, что еще будут обзоры. Чтобы вы оставались. А кто не подписался, подписываемся. Я все рассказываю, как росло у меня. Возможно, у вас растет все лучше. Пишите мне в комментариях, как у вас себе показали эти томаты. Знаете, как мне важна обратная связь. Я жду всегда от вас комментарии. Все читаю, отвечаю на них. Вы были на канале. Делимся опытом взаимно. И с вами была я, Наталья Елизудинова. Здоровья вам и вашим близким. Пока-пока.